Добрый день, уважаемые друзья, зрители, подписчики и все, кто смотрит мой канал. Сегодня мы начнем наше видео, отвечаем на вопросы, будет называться наше видео. Вопросы, ответы и потом еще будут несколько статей. Итак, первый вопрос, записаны эти вопросы, 1962 года, журнал Пчеловодство номер 1, на странице 46. Были такие вопросы, я выбрал те, которые более подходят нам к нашему времени. Вопрос, в одной семье пчел мы обнаружили трутни с красными глазами, чем объяснить появление таких трутней? Ставропольский край, хутор Привольный, мы обнаружили трутни с белыми глазами, почему такие трутни появляются? Это другой задал человек. Ответ. Ненормальная краска глаз у особей пчелиной семьи встречается часто, особенно трутни. Сравнительно реже это наблюдается у пчел. Окраска глаз бывает разнообразной. Белая, желто-зеленая цвета слоновой кости, красная, красновато-коричневая. Описаны также глаза мозаичного цвета, то есть сочетающие разные от перечисленных цветов. По Грину, это 1955 год, нормальный темно-коричневый цвет глаз пчелы определяется пигментом инсекторубином, который служит основным компонентом пигмента глаза почти у всех насекомых. Ненормальность в окраске глаза связана или с нарушением условий питания, или обмена веществ, или недостатком корме веществ, из которых строится пигмент. Трутни и пчелы с ненормальными глазами не могут ориентироваться в воздухе, и при вылете из улья погибают. Вот такой был ответ. Ну, что, конечно, в природе встречается, часто нехватка пищи, пыльцы, особенно по весне, так что это все может быть. Но это не заразное заболевание. Вопрос. На Кавказе существуют серые горные пчелы и пчелы с желтыми кольцами на брюшке. В чем заключается разница между ними? И те, и те называются кавказские пчелы. Отвечаем. Ответ. Серые горные кавказские пчелы населяют высокогорные районы Кавказа. Они отличаются большой длиной хоботка, малой роливостью, приспособленностью к слабому типу взятка и сравнительно холодным условиям климата. Живут они зимой без облета 5-6 месяцев. Кавказские пчелы с желтыми кольцами населяют низменные районы Кавказа. Эти пчелы приспособлены к жаркому лету и теплой зиме, позволяющие им почти ежемесячно облетываться. Желтые пчелы имеют меньшую длину хоботка, больше роятся ближе по своим признакам к кубанским пчелам. По зимостойкости и продуктивности заметно уступают серым горным. Поэтому для использования в Центральной области СССР рекомендуется только серые горные пчелы. Помеси этих пчел с местными в первом поколении отличаются высокой продуктивностью и достаточно хорошей зимостойкостью. Вопрос. Я дважды наблюдал случай, когда в маточнике выводились не матки, а рабочие пчелы. Чем это объяснить? С Новосибирской области задал пчеловод. Вопрос. Причины вывода маточника пчелы еще не изучены, поэтому мы не можем дать на ваш вопрос точного ответа. Возможно, что такой маточник был заложен на очень старой личинке, из которой уже не могла развиться матка. Возможно также, что пчелы в силу каких-то причин, например, недостатка нужных веществ или пчел с развитыми железами, не смогли снабдить личинку маточным кормом. Ну вот предположительный ответ. Вопрос. Я слышал, что плодным маткам можно подрезать крылья, и тогда раи не будут улетать с пасеки. Не причинит ли матке вреда обрезка крыльев? Ответ. Подрезка матки кончика крыла вреда не причиняет. Многие пчеловоды пользуются этим приемом. Можно подрезать маткам в один год правое, а в другой левое крыло, что позволяет по виду крыла точно определять их возраст. Имеется в виду не одной матки, а, как говорится, матки, если каждый год меняется, то если она подрезана. А возможно, что и одной матки получится тогда, если два крыла подрезаны, то это значит другого года подрезка. Подрезать надо самый кончик крыла на 2-3 мм. Делайте это лучше маленькими ножницами с острыми краями. Матку при этом осторожно берут за грудку. Руками начинающим пчеловоду следует предварительно поупражняться в подрезании крыльев на трутнях. Хочу добавить к этому ответу. Ответ не полный. Я пробовал подрезку маткам крыльев и скажу, какое достоинство и какие недостатки. Это если вы подрезали матку и крылышко подрезали, матка, естественно, лететь уже не может. Но рой, как правило, весной настраивается на полет. И они вылетают. Рой вышел и матка летит туда, лезет. Она не сидит в улику. Тут не написано, что это недостаточный ответ. Она прыгает и назад уже вернуться не может. Рой полетал, полетал, матки нету, расселся по листьям и назад возвращается. Вернулся назад, что происходит, когда семья идет со старой маткой на роение? В улику остается много маточников. Через недельку этот рой опять выходит. Выходит уже на молодую матку. Старая матка погибает, она падает на низу. И пчеловод думает, вот как хорошо. Подрезал крылышки и сидит все спокойно. Да ничего подобного. Эта матка умирает, как говорится. Она не может вернуться назад. Пчелы этим пользуются постоянно. Если матка старая не может полететь, то рой-первак идет на молодую маточку. И он уходит, и так же половина. Поэтому эта подрезка влияет только на предварительную, так сказать, на короткий промежуток времени. То есть, если пчеловод заметил, что рой вышел и назад вернулся, пусть не успокаивается, а срочно лезет в улик и наводит порядки там с маточниками. Итак, друзья, это не дает возможности сохранить, так сказать, семью от роения. Читаем следующий вопрос. 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 Ответ. Вы забываете, что пчелы закладывают маточники, как правило, на одно-двухдневных личинках. То есть, на таких личинках, которые уже прошли стадию яйца трое суток и развивались в стадии личинки один или две сутки. То есть, это было уже четыре дня, четыре ночи от начала закладки яиц. Вот. Поэтому, следовательно, если пчелы 14 июля заложили маточники, то к 28 июля развивающимся маткам будет уже 18 или 19 дней. То есть, пройдет срок, вполне достаточный для нормального развития. Чаще всего матки выходят из маточника на 17 день. То есть, все правильно. Ответ. Матка вышла все правильно, потому что, если добавить еще три дня яичка, то матка вывелась в правильные сроки. Вопрос. Ранней весной я в подморе обнаружил мертвую матку. На соток немного печатного пчелиного расплода, остатки двух маточников, а затем и неплодную матку. Когда вывелась новая матка, могла ли она спариться с труднями ранней весной? Ранней весной. Обратите внимание. Ответ. По-видимому, пчелы вывели новую матку ранней весной. Спариться она сможет лишь в том случае, если на пасеке будут трудни перезимовавшие или ранней весеннего вывода. Чаще всего такие ранние матки за отсутствие трудней остаются неплодными и превращаются в трудневых. Поэтому в вашем случае целесообразно было бы отобрать от семьи неплодную матку, а пчел вместе с дом присоединить к другой слабой семье с хорошей маткой. Такая подсиленная семья будет быстро расти. От нее позднее, когда появятся труднее полноценные молодые матки, можно сделать отводок, которым и восстановится число семей на пасеке. Ну, есть еще другой вариант, я использовал в этом году, когда я продал отводки, мои матки долго не могли оплодотвориться, спариться. В течение месяца она имеет возможность спариться. Если матка в течение месяца есть в семье, то потом она оплодотворилась и сеет нормально, и сеяла все лето прекрасно. Поэтому надо учитывать полную информацию, но лучший вариант, говорят, подсоединить, а потом сделать. Ну, можно и такой вариант. Вопрос. Если отобрать от нескольких семей по одной рамке с расплодом и с пчелами, поставить их в отдельные улей и дать печатный маточник, то не будут ли драться пчелы между собой? Ответ. Новая семья сформирована описанным вами способом, называется сборный отводок. Летные пчелы, попавшие в такой отводок, быстро улетают в свое гнездо, а между оставшимися молодыми драки не бывают и они принимают маточник или молодую матку или старую. Вопрос. Я уничтожил в семье трутневую матку и пчелы на поставленном пчелином расплоде вывели новую. Молодая матка после спаривания стала откладывать яйца в трутневые ячейки в первую очередь, а только через 10 дней начала кладку оплодотворенных яиц. Чем можно объяснить эту ненормальность яйцекладки? Ответ. Откладка маткой трутневых яиц в первые дни после начала яйцекладки наблюдается часто. Ваше предположение, что матка откладывала яйца в трутневые ячейки, потому что имела чрезмерно большое брюшко, не вмещающее пчелиную ячейку, неправдоподобно. Брюшко даже самой крупной матки свободно входит в такую ячейку. Хочу обратить внимание, в чем вопрос. Ответ был правильный, что многие матки, которые облетались, начинают в первую очередь откладывать яйца в трутневые ячейки. Ну частично такое бывает. То есть, хочу сказать, что после спаривания, по-видимому, какие-то процессы происходят еще внутри матки. И она еще какой-то промежуток времени развивается. И когда в ней установится, как говорят, устаканится, и все тело в ней маленькое, ей пчелы массажируют, дают ей развернуться. И тогда у ней правильно начинают функционировать семенники, и она тогда начинает правильно откладывать яйца. Такое бывает, и поэтому нужно выждать время и посмотреть. Бывает, что матка кажется вам трутовкой, а на самом деле она просто еще не вошла в норму, не заняла нормальное положение и не может еще правильно функционировать. Вопрос. Пчеловод колхоза имени Мичурин нашего района обнаружил в запечатанном маточнике две личинки. От чего это могло произойти? Матка отложила в роевую мисочку два яйца, из которых и развились две личинки. Обычно пчелы уничтожают лишних личинок, но в случае, в котором вы сообщаете, эти личинки почему-то сохранились. Вот такой ответ. Также один пчеловод имел, я зачитывал в одном из видео, что имел такую практику, что с одного маточника вышло две матки, которые спокойно оплодотворились и сеяли длительное время вместе. Такое может случиться. Вопрос. Наблюдается ли случай ужаления человека маткой? Чем отличается действие яда матки от яда пчелы? Ответ. Матка не применяет свое жало как средство защиты. Оно служит для поражения других маток. Ужалить человека матка может лишь в том случае, если ее слегка придавить в руках. Действие яда матки на человека слабее яда пчелы. Вопрос. При облете пчел 8 апреля 1961 года пчелы одной семьи вылетели полностью и пошли в другой соседний улей. Внизде семьи остались яйца на двух рамках и меда около килограмма. Почему слетела семья? Ответ. Пчелы ранее весной сравнительно легко покидают свои гнезда. При всякого рода неблагополучиях. Пчелы слабых семей при облете перелетают в соседние сильные семьи. Пчелы безматочных семей с маткой. Пчелы не имеющие корма в гнезде разлетаются по соседним ульям. Во всех этих случаях чужие пчелы принимаются без какой-либо вражды со стороны хозяев. Такие перелеты пчел выработались исторически как полезное приспособление, улучшающее условия жизни благополучной семьи за счет неблагополучной обреченной на вымирание. Пчелы могут слететь или сразу в виде роя или же постепенно за несколько дней. То есть, сразу могут слететь, если облет, или постепенно. В случае, о котором вы сообщаете, пчелы слетели в силу этого же инстинкта. Вероятно, их гнездо или ули имели какой-то дефект. Старые лепоношенные соты, закисший корм и так далее. Вот, друзья, ответы на вопросы. Есть еще интересная информация, которая используется, это, так сказать, опыт используется в Соединенных Штатах постоянно при перевозе пчел. Это полезный опыт, советую выслушать. Случай из практики. В журнале «Пчеловодство» номер 9 за 1961 год я прочитал о том, что американцы перевозят пчел с открытыми литками. Но раньше этого в моей практике был такой случай. Летом прошлого года наш колхоз закупил пчел. Перевозить их пришлось более чем за 220 километров. Литки ульев были зарешечены проволочной сеткой, а сверху закрыты чистой мешковиной. Крыши с ульев были сняты. Рано утром погрузили улья на автомашину и пустив при этом в литок по несколько клубов дыма. В начале пути пчелы сильно шумели, затем успокоились, хотя дорога была ухабистой. Днем во время остановок над кузовом автомашины закружилось около десятка пчел. Как только машина трогалась, они садились на стенку ульев и спокойно сидели до следующей остановки или же кружились низко над кузовом. Поскольку количество летающих над кузовом пчел не увеличивалось, я не стал искать улья, из которого они вылетали. По прибытию на место, когда стали заруживать улья, оказалось, что в одном из них сетка, которой был зарешечен литок, соскочила, и литок был совершенно открыт. Исходя из этого, мне кажется, что при перевозке пчел литки можно не зарешечивать, только выезжать нужно с наступлением темноты и предварительно пускать литок несколько клубов дыма. То есть, вот такой опыт был, а у нас в Америке постоянно ставят на коммерческие пасеки, большие, бизнесные, и развозят их свободно, и никаких проблем не существует. Итак, до встречи, друзья, до следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, а я буду подыскивать вам еще более и более интересные ситуации и обстоятельства, чтобы вам уже не наступать на те грабли, которые наступали в свое время пчеловоды. Но чтобы, имея опыт, продвигаться дальше, более углубляться в изучении пчеловодного дела. До встречи, подписывайтесь, если кому нужно что-то еще, какую-то тему, нажимайте в конце видео на любой квадратик, или же нажмите мой канал, я выпускаю почти каждую неделю по несколько видео Павел Би. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok